Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Как и всегда, в 9.30 по московскому времени мы в прямом эфире через перископ разбираем ситуацию, которая сложилась на финансовых рынках и ситуация, которая, собственно, привела к тем движениям, которые мы наблюдали. День, сразу хочу сказать, вчерашний был довольно яркий в плане фундамента. Мы ждали очень важный отчет по штатам, его фактически получили. Мы ориентируемся на протоколы последнего свидания американского регулятора. И обычно это тот фундамент, та статистика, которая провоцирует не просто, скажем, одномоментную волатильность, но и, в конце концов, становится причиной, в результате которой доллар определяется с направлением движения. Вчера день стал исключением, потому что, подводя итоги и сравнивая котировки, с которыми мы работали, собственно, в ходе вчерашнего брифинга и сейчас, я лишь могу констатировать то, что мы совершенно никуда не ушли и котировки остались на прежних значениях. Вот день назад у нас евро-доллар был на отметке 1,2361, сейчас 1,2360. Фунт против доллара 1,4178, сейчас 1,4170. Доллар-иена такая осталась рядом с уровнем 107. Доллар-канадец тоже далеко не ушел, особенно хотя из-за всех активов рынка Форекс, на которые мы обычно обращаем внимание, пожалуй, только вот канадцу принадлежит как раз статус самого динамичного инструмента, потому что канадец логично отыгрывает то, что происходит с нефтянкой, а нет, как вы знаете, обновляет многолетние максимумы, и это полноценная, самая настоящая хорраль. Австралийцы-Новозеландец тоже без особых изменений, собственно, так же, как и американский фондовый рынок. О чем это говорит? Это говорит о том, что на рынке сейчас заложена такая фундаментальная бомба, которая еще не сдетонировала, но ее в то же время не обязательно ждать с точки зрения вот этих разрушительных последствий. Ее могут и обезвредить. Этой бомбой является озвученная позиция Трампа о том, что США готовятся нанести ракетный удар по ICA. Это пока что такой пороховой заряд, который имеет место быть, безусловно, если дело дойдет до такого радикального шага. Я думаю, что эскалация геополитической напряженности не заставит себя долго ждать, и сейчас вот конфликта, к сожалению, вовлечены большое количество государств, в том числе и России, но не напрямую, посленно Россия поддерживает режим осады, соответственно, если США выступают против режима осады, соответственно, посленно, опять же говоря, этот удар может быть отчасти направлен и по России. Очень будет интересно и с точки зрения, конечно же, напряжения, которое присутствует, как отреагирует на это Россия. Я надеюсь, что с российским фондовым рынком и с рублем ситуация будет оставаться более-менее стабильной, потому что если она выйдет из-под контроля и на рынке возразится затяжное пике, сравнимая с тем, которое мы видели в 2014 году, вероятность того, что очень быстро удастся оправиться и оклематься, она крайне низка, потому что, напоминаю, в 2014 году у России были подушки безопасности в виде того же самого резервного фонда и довольно неплохой емкости у фонда национального благосостояния. Сейчас от резервного фонда не осталось ровным счетом ничего. Да и фонд национального благосостояния тоже по-немногу улетучивается, поскольку его через определенное преобразование, несмотря на то, что нельзя было, но все-таки продолжают тратить на латание российского федерального дефицита бюджета. Соответственно, мы, безусловно, будем касаться и российских реалий того, что происходит, для многих тем, возможно, даже более интересные и волнительные, чем то, что происходит на западных площадках. Но нам здесь нужно быть максимально объективными, беспристрастными и непредвзятными. Поэтому я буду давать оценку тех рисков, которые есть, с вероятностью определенного исхода и изменений в основном спектре финансовых активов, которые мы анализируем. Ну, давайте начнем мы с нефтянки, которая продолжает развивать кучи ралли. Собственно, это ралли продолжается с начала недели. У нас был психологический стопор 70 долларов за баррель. Мы долго возле этого уровня находились, когда, собственно, покупатели осмелились его тестировать, медведи тут же давали себе знать и сбрасывали котировки. Но сейчас все говорят о потенциальной войне и войне, которая, прежде всего, может привести к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, и, как следствие, срыву нормальной работы инфраструктуры, выработки, объемов добычи и поставок на глобальный рынок. Вот то, что мы видим сейчас по котировкам, это уже уровень выше 70. Вчера мы даже были в одном шаге того, чтобы закрепиться выше 73 долларов за баррель. Но пока у покупателей не хватило силённых котировок, цены, собственно, откатили, и сейчас 72.15, ну, даже выше, чем в закрытии. Но все равно, друзья, я уже отметил в начале брифинга, есть на рынке как раз тот самый фундамент, который может задетонировать и спровоцировать еще больше ралли. Основным катализатором, как я уже отметил, для роста цен остается геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, и, в частности, то бычье ралли, которое разразилось вчера, было связано с сообщениями о том, что якобы в формате международной поддержки США готовы нанести удар ракетный по Осирии в целом, по режиму осада. Мы помним такие острые словесные перепалки, правда, без прямых отсылок на высокопоставленных чиновников России. Но Трамп здесь, скажем, идет на передовой всего мира. Его твит, возможно, один из самых активных, популярных таких социальных каналов, которые активно отслеживаются. И, в частности, в своем твите он сообщил о том, что раньше Россия отвечала, что любые ракеты, конечно же, будут сбиты. То Трамп позволил себе такое высказание, что ракет будет очень много, России придется постараться. Ракеты хорошие, эффективные, высокотехнологичные. И, опять же, прямая цитата, то, что России нужно миллион раз подумать, прежде чем поддерживать такое животное, как осад, из-за того, что якобы он позволил отдать приказ применения химического оружия против своего же народа. Но мы знаем то, что Трамп довольно импульсивная фигура не только в формате своих поступков, но и довольно, скажем, не всегда, может быть, осмысливает то, что говорит. И вот эти формулировки, они провоцируют очень серьезную напряженность на рынке, потому что никто не знает, как в конечном счете поступит США. И, соответственно, сейчас, возвращаясь к, собственно, нефтянке, безусловно, усиление конфликта в Сирии – это, можно сказать, усиление конфликта и рост напряженности на всем Ближнем Востоке, и это может привести к перебоям поставок. А почему эту тему сейчас так активно обсуждать? Потому что, если мы будем ссылаться на последние данные Международного энергетического агентства, то, действительно, за последний год мировые запасы сократились. И если раньше за основу, скажем, целью энергетического факта было привести мировые запасы к показателю среднему за последние пять лет, и тогда, до того, как вступил в силу энергетический пак мировые запасы, превышали это среднее значение больше, чем на 300 миллионов баррелей, сейчас удалось сбить уже этот показатель до 50. И трейдеры считают, что раз мировые запасы не так уж и велики, если возникнут, скажем, признаки, либо проблемы с поставками со стороны Ближнего Восточного региона, это может привести к недостатку углеводородов на локальном рынке. Собственно, именно эти риски и провоцируют то ралли, которое мы сейчас наблюдаем. А поскольку, действительно, есть высокая вероятность того, что полноценные военные конфликты сейчас войдут в какую-то новую фазу США и Сирии, трейдеры, даже, может быть, если и была острая потребность поработать и желание с статистикой от администрации энергетической информации, вынуждены были ее проигнорировать, хотя статистика в целом, пусть она способствует продажам, потому что в Штатах в очередной раз был зафиксирован прирост и обновлен исторический максимум по добыче 10,52 миллиона. То есть второй квартал еще не завершен, фактически мы его только начали, а уже цель, которая была обозначена, в том числе и администрация энергетической информации, в 10,6 до конца этого года фактически сделана. То есть дальше нефти будет добываться все больше и больше. Ну и, разумеется, друзья, мы будем с вами свидетелями того, что Штаты станут предыдущим производителем нефти в мире. И запасы в этот раз выросли на 3,3 миллиона, немного не соответствовало прогнозам ожиданиям, но, в частности, хочется отметить, что в этот раз статистика от администрации энергетической информации практически совпала с данными, которые мы получили от Американского института нефти накануне. И если бы, опять же, не вот эти геополитические риски, то этого фона было бы более чем достаточно, чтобы неплохо ослабить цены на черное золото. Но мы работаем сейчас с событийным риском, поэтому, друзья, я лишь могу констатировать, что пока рынок будет с охотой его обсуждать, пока на рынке есть вероятность усугубления, обострения ситуации в Сирии из-за потенциально возможных действий военного характера со стороны США, конечно же, котировки не смогут ослабнуть до тех уровней, которые нам нужны. Но я не теряю надежды, потому что все-таки понимают существенную перекупленность сейчас, понимаю, на чем мы выросли, понимаю, что это панический рост, который так же, как и быстро состоялся, может быстро быть распроданным. Я ориентирую вас еще на события, важные для рынка нефти. Это, собственно, сегодня мы ждем доклад от ОПЕК по объему добычи нефти в рамках Ближневосточного картеля за прошлый месяц. Завтра у нас Международное энергетическое агентство с прогнозами по спросу на нефть. Бейкер-Хьюз, количество нефтяных терминалов. Есть статистика, давайте ее ждать. Надеюсь, что хотя бы под конец недели, еще и на фоне желания трейдеров зафиксировать результаты длинных позиций, все же мы дождемся коррекции, которая сейчас очень нужна. Ну, может, объективный, более заинтересованный с моей стороны сценарий исхода, потому что я еще нахожусь и в покупке пары доллар-канадец, которая подразумевает ослабление канадской валюты. И в данном случае на фоне роста цен на нефть этот сценарий ослабления канадца тоже был вынужденно поставлен на паузу. Но мы все-таки сейчас отбились от уровня 1.25, и я надеюсь, что этот уровень будет мощным барьером, который все-таки окажет поддержку канадцу. В то же время, чтобы далеко не отходить сейчас от пары доллар-канадец, я не призываю проявлять активность сейчас в плане трейдинга, потому что хороших уровней и точек входа я лично не наблюдаю, даже с точки зрения техники, того, где находится сейчас цена по сравнению с долгосрочными скользящими средними, указывает на то, что мы уже давно в развитии совершенно другого тренда, очень далеко находимся под то же самое 200-дневной скользящей средней, и интересных уровней, с которых эту валютную пару можно было бы сейчас покупать, я не вижу. То есть, возможно, я остался последний из магикан, который рассматривает этот дуэт активов с точки зрения отдельной позиции, но я верю, друзья, в то, что коррекция на рынке нефти все же должна возиться, так же, как и верю в доллар. Рубль 62.36. Вчера, собственно, мы видели очередную волну продаж российского валютного актива. Я думаю, что пока та тема, которую мы сейчас с вами, в принципе, попробовали разобрать, остается основной, не сходит из заголовок газет и репортажи, собственно, телеканалов. Конечно же, будут определенные опасения того, что произойдет с рублем, это станет причиной перетока, собственно, капитала в валюту и приведет к еще большему ослаблению курса рубля. Ну и здесь у нас есть еще сдерживающие обстоятельства того, что пока ситуация контролируемая, это все-таки высокие цены на нефть, ну и, конечно же, пока что отсутствие каких-либо подтверждений того, что Центральный Банк России проводит валюту интервенции. В связи с этим, мне лично пока спокойно, и я не жду какого-то коллапса на валютном рынке, сопоставимого с тем, который мы наблюдали в 2014 году. Пока ориентируемся на последовательную, постепенную девальвацию российского валютного актива против доллара, и ждем также последовательного движения пары в районе 65. Доллар и японская иена по-прежнему консолидируются в районе 107. Вчера было очень много, скажем так, фундаментального топлива, чтобы доллар воспользовался им для собственного роста. Мы ждали данные по инфляции. Напомню, что это еще важный показатель для ФРС, для всего голосующего комитета по процентным ставкам, по решениям, которые предполагают ужесточение политики. На него ориентируется. Инфляция крайне важна для Джоома Паула, который является председателем ФРС и лидером мнений, относительно того, какие изменения, собственно, будут происходить. Мы готовились к тому, что данные будут хорошими, потому что не просто нам хотелось видеть сильные отчеты, а потому что у нас были объективные основания для этого, а именно рост заработных плат. Вы помните, показатель действительно очень хороший. Это отчеты мы разбирали в минувшую пятницу зарплаты, и рост доходов домохозяйства, это опережающий индикатор роста инфляции. У нас был и очень хороший отчет по индексу оцен производителей, который превзошел все самые смелые ожидания, оказался на многомесячных максимумах. Да и в целом, друзья, резюмируя, какую же все-таки увиделим статистику по инфляции, в месячном выражении может быть у нас действительно спад. По-моему, даже первый раз с конца или даже середины 2017 года минус 0,1% против прошлого роста на 0,2%. Однако в годовом все равно все довольно неплохо, тенденция роста сохраняется с 2,2% до 2,4% мы ушли. И самая важная базовая инфляция, которая не учитывает влатильные показатели в виде стоимости углеводородов и продуктов питания, выросла на 0,3% до 2,1% с 1,8%. Уверен, что после такой базовой инфляции следующее заселение ФРС будет пронизано буквально жесткой риторикой, которую мы услышим. И, вероятно, я думаю, что нам можно смело начинать подзакладываться под то, что оставки будут повышены ну уж точно два раза до конца этого года, а в идеале даже три раза. Протоколы это еще один важный фундамент прошлого дня. Протоколы не рачаровали, экономические условия улучшились, это было подтверждено голосующим комитетом ФРС. Все 12 членов уверены, что инфляция продолжает стабильный активный рост, ну, если уж не активный, то последовательное восстановление явно прослеживается, и текущий вчерашний счет по инфляции действительно это подтверждает. Также, друзья, важно отметить, что на основании того, что все признали наличие устойчивых инфляционных ожиданий роста этого индикатора на рынке, это позволило многим отдельным представителям, не буду сейчас говорить по фамилиям, нужно будет еще перепроверить, но 12 человек, и даже если несколько высказываний в таком ключе, это в принципе достаточно, чтобы понять, что настроение меняется. Несколько представителей ФРС высказали себя в пользу целесообразности более агрессивных темпов ужесточения политики. Под более агрессивными темпами ужесточения политики кроется три повышения процентной ставки, как, собственно, мы с вами говорили. И уверены вы, друзья, это тот фундамент, на котором можно было бы вырасти. Если бы не очередной твит Трампа о том, что он, по сути, держит руку на кнопке, которая запустит ракеты по Ассирии, это заставило трейдерам снова, скажем, уйти в защиту и остаться в статусе сторонних наблюдателей и уж тем более держаться подальше от рисковых инструментов. Но все равно 107 у нас уровень держится. Я думаю, что от этого рубежа пойдет дальнейшая игра. У нас до конца этой недели еще несколько отчетов по штатам, несколько конференций чиновников, в том числе и представителей непосредственно ФРС. Послушаем, что будет сказано. Но если только, друзья, в ближайшие дни удастся снизить накал геополитических страстей, да, у долларов будут шансы, чтобы вырасти. Если мы все-таки вынуждены будем breaking news, знаете, констатировать, что действительно США нанесли удар по Осирии, нужно будет готовиться к тому, что отдельные, скажем, моменты неприятные снова нужно будет обсуждать в плане последствий того, как к этому несется Россия, да и не важно, как к этому несется Россия, самое важное, что мы будем говорить о войне. И при такой риторике, конечно же, снова будут выигрывать только отдельные категории активов, вы знаете, это франк, золото, облигации, да и, пожалуй, японская валюта, и все. А остальные инструменты особым способом пользоваться не будут, если только не косвенно. Фонд против американца, здесь я предлагаю подробно не останавливаться, мы вчера разбирали британца, отметили много причин от статистики, прогресса по Brexit, ожидания повышения ставки в мае, вчера вышли данные по промышленному производству, 2,2% годового выражения с прошлого 1,2%, то есть еще один сильный отчет в копилку сомневающихся Банка Англии, для того, чтобы они пересмотрели свою позицию, тоже отдали голос за рост ставок в мае. В общем, ждем майское заседание, время идет уже, по сути, на каллигаре, середина апреля, чуть-чуть еще остается, до него, готовимся к ставкам, но заранее покупаем, друзья, на британца, этот актив приносит нам прибыль, сейчас мы ждем его выше, чем 1,43%, сегодня состоится пресс-конференция председателя Банка Англии, Карни, уверен, также будет очень много сказано про денежную политику и любой комментарий относительно того, что будет в мае, хорошее топливо для дальнейшего роста. Евро против доллара, вчера, собственно, у нас выступал Драги, ничего нового не сказал, но разве что обозначил угрозу для еврозоны, угрозу для доверия инвесторов, для настроения промышленников от торгового противостояния и конфликта, который сейчас разорвился между США и Китаем, но, как говорят, здесь этот дурной пример заразить. И, соответственно, если, скажем, США позволит себе проводить активную торговую политику такую воинственную и дальше против Китая, это может вынудить и других представителей мирового, скажем, торгового сообщества занять схожую позицию, потому что, ну, если США можно, почему нельзя, тем более, что США практически сейчас наплевательски относится к многим незыблемым принципам ВТО. То есть неприятный, нехороший прецедент, если по цепной реакции все это разразится, конечно же, среди одного из основных регионов, который будет втянут в эту торговую войну, будет еврозона, которая потеряет очень много. и дорогие делают на это акцент. Но не важно, что там произойдет с еврозоной дальше, я, друзья, просто предлагаю вам сделать монетарный вывод, который нам сейчас нужно делать, потому что нас интересует именно то, что произойдет с евро. Но если из недели в неделю мы слышим про новые и новые риски, как вы думаете, ну, разве на фоне такой необходимости Европейский Центральный Банк решится на ужесточение политики. Это риторический вопрос, оставим его без ответа. Я думаю, что вы знаете, какую логическую цепочку здесь нужно строить. По рассуждениям, вы знаете, что может произойти с евро. Уверен, что если бы не та слабость доллара, которая стала следствием повышенного спроса на защиту, евро уже давно был на отметке 1,20. Австралийцы против доллара тоже не очень далеко ушел, чуть выше, но 77. Это уровни, с которых австралийцы в принципе и продавали. Эта идея актуальна. Сейчас Филипп Лоу, который является руководителем Резервного банка Австралии, в ходе своего выступления тоже очень много говорил про риски протекционизма и торговые отношения, которые выстроены с штатами. Если США будут проявлять такую же агрессивную позицию отношению другим партнерам, то для Австралии это будет самым основным риском неопределенности, который может стоить довольно больших процентных показателей экономического роста. И классика для Резервного банка Австралии, очень актуальная проблема с высокой закритованностью домохозяйства, на основании чего Резервный банк Австралии не будет помышлять об изменениях процентных остаток. поэтому по Австралии Новозеланд собственно друзья у нас идеи прежние мы рассматриваем эти активы с точки зрения селла. Как вы наверняка заметили каких-либо новых торговых идей я сейчас анонсировать не буду поскольку не вижу стоящих уровней доллар японская иена которую мы хотели купить с отметки 106.80 в принципе уже в игре сейчас котировки чуть повыше но это смешной профит о нем даже говорить не будем нам нужно выше введить эту валютную пару но пока следим за новостным фоном надеюсь то что за оставшиеся две торговые сессии что-то произойдет и в идеале бы что-нибудь наружи потому что сколько можно же мусолить это торговое противостояние и вот эти конфликтные новостные события нужно бы Трамп уже остепениться и пора бы уже кому-нибудь урезонить собственно из его ближайших коллег что ну собственно провоцировать такую панику турбулентность напряженность мировой экономики когда и все с того неспокойно но нельзя надеюсь что настроение изменится друзья и мы не будем больше работать с событийными рисками такого ужасного масштаба и ужасного с точки зрения последствий по событиям сегодня ждем выступления представителей Европейского Центрального Банка Кире хотя после драги они думают что у него будет больше шансов чтобы что-либо сделать с евро для общего развития послушаем завтра подведем итоги 15.30 заявленная пособие безработицы и в 22.00 по сути под закрытие торговой сессии четверга ждем Карн его выступления и ждем что он поддержит курс британской валюты на этом на этом на этом большое спасибо за внимание всего доброго до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...